Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим про Т-30. В последнее время Т-30 прямо в центре внимания, он герой нашей игры, потому что со всеми этими актами, посвященными различным этапам, собственно говоря, World of Tanks, выходит на третьем этапе стиль на Т-30 и многие его уже получили, катают, и сегодня мы поговорим и про этот стиль, немножечко его посмотрим вблизи, как он выглядит, что интересного, что он из себя представляет, ну и, собственно говоря, поговорить о Т-30, потому что ветка Т110Е4 довольно-таки неплохая, и Т-30 один из самых таких вот привлекательных танков на девятом уровне, в особенности в своем классе ПТ, ну, скорее даже этот больше ТТ, это лично мое такое мнение, потому что он играется как тяжелый танк, а не как ПТ, но да ладно. Сегодня обо всем этом поговорим и посмотрим, что из себя Т-30 представляет, потому что многие игроки так и не смогли приловчиться к данному танку. Ну, а что касается внешнего вида, то данный танк действительно очень-очень красивый, и здесь вот стиль на Т-30 сделали, ну, действительно шикарно, потому что сам по себе Т-30, он напоминает вот эту вот всю тему Т-34, Т-29, и здесь вот Т-30, и в принципе, по сути, да, танк обычно, да, ну, как бы туда-сюда. Но стиль, вот эти вот кубики спереди, пулемет, точнее, это даже американский пулемет, честно говоря, не вспомню, как его зовут, миниган или что-то такое, типа. Было бы гораздо прикольнее, если бы вот здесь вот патроны, да, такой вот длинные они, они бы просто вот висели бы, и когда ты ездишь куда-нибудь, ну, просто едешь, они бы вот, ну, не знаю, как бы вверх-вниз ходили по ходу, но было бы действительно интересно, прикольно. Вот как на Т-34-85 стиль сделали, кантемируется, вот здесь типа того. Ну, и все остальное, сзади здесь понапихано просто все, и катки, и что угодно, и огнетушители, и коробка даже новогодняя есть, жалко, ее открыть нельзя. Ну, вообще, просто все, то есть здесь, конечно, поработали на славу и впихнули все, что можно и все, что нельзя. Но по факту стиль не какой-то там разукрашенный, да, не розовый, не голубой, там, не разноцветный, а просто действительно такой военный стиль, и многим игрокам именно вот такая вот чисто классика и нравится. Но стиль на Т-30 довольно-таки симпатичный и все остальное. Теперь по бой, по ТТХ и по всему остальному. Немножко кратко, почему на Т-30? Многие задаются, ну, типа, танк, ну, как бы проходной, там, кто-то оставляет, кто-то нет. Если кто не помнит, то всего в нашей ветке сначала, ну, игре, точнее, было три ветки, это с ТТ, я имею в виду, ИС-7, Маус и Т-30. Потом Т-30 перевели, и так как это один из самых старых ТТ в нашей игре, поэтому вот честь, наверное, уважения к нему и сделали этот стиль. Поэтому, я думаю, вопросы с этим, ну, у всех отпадут. Ну, а теперь по ТТХ. Данный танк чем примечательным? Тем, что у него хорошее бронепробитие, по сути, у него пушка 10 уровня. Но он находится на девятом. И, казалось бы, да, но зачем вот Т-30, когда есть Т-110-4, у которого и броня больше, и сам он по себе лучше. Но, вы знаете, сейчас-то десятки играют в основном против друг друга. То есть десятки, десятки, все, бывает, там, к восьмеркам, к девяткам закидывают изредка. А девятки, они частенько видят восьмерки, я про семерки вообще молчу. Ну, просто представьте, вот вы играете на Т-30. Против вас выезжает, не знаю, Т-43, Т-20. Да, любая, в принципе, семерка, какой вы только нету, Е-25, бедолажка, вы прописываете практически на фулл ХП. И вот в этом плане Т-30 очень-очень грозный танк. То есть в то время, как Т-110-Е4 по 750 на десятом уровне раскидывают, а там броня от двух, ну, не броня, а ХП от двух тысяч до трех, в принципе. А вы кидаете 750 по танкам, у которых где-то от 900, от 800 и до 1500. То есть вы представляете диапазон? То есть две тычки даешь, то, в принципе, любой танк седьмого, восьмого уровня, грубо говоря, забираешь. Но седьмого уж точно, а вот восьмого нет. И в этом плане Т-30 очень-очень хорош. Конечно, есть тут особенные там нюансы, о которых мы чуть-чуть позже поговорим. Но в общем плане этот танк славится из-за орудия. Вот здесь, давайте подробно, альфа 750, много-много, калибр 155 миллиметров, это круто. 34 снаряда хватает на все случаи жизни, поэтому, как бы, беречь там себя, там, ой, не накину сейчас, нет. Здесь совсем этим в порядке все. Бронепробитие 276, и это ББшка, это не под калибр. Стоит, конечно, 1650 нормально, и скоростью 770, это чуть ниже среднего. То есть, ну, в принципе, обычная скорость ББ. Ну, есть под калибр, который летает не так быстро, 1100, конечно, это будет неплохо, но если судить о основной массе под калибров, да, тем более с таким калибром и, в принципе, с такой альфой, то это низкая скорость, 1100. Ну, и 4800, как бы, стоимость снаряда. И 320 бронепробития. Не 330, но этого тоже хватает, и проблем нет. Конечно, когда какой-нибудь Маус против вас, там, Тай-5 Хэвит, пытается что-то доворачивать, там же сложнее. Ну, а в большинстве случаев на Т-30, а на обычных снарядах отыгруешь, и все хорошо. Ну, и самая главная печаль данного танка, это, чтобы быстро, точно и комфортно отправить снаряд. Это не про этот танк, потому что время сведения 2.9, и точность 0.39 на 100 метров, плюс в купе сюда же еще плохую стабилизацию. И на этом танке нужно сводиться и стрелять. Это не советский вертухан. Конечно, могут заходить различные там вертушки, но на этих танках крайне редко. На всяких там, не знаю, Т110-4, Т-30, потому что по одной ветке похоже. Вот на Т-30 нужно сводиться и стрелять, потому что стабилизация здесь все плохо. Вот ты свелся, кинул. Потому что перезарядка там 16-17 секунд, в зависимости от оборудования, от вашего прокачанного экипажа. И перезарядка как бы тоже большая, но быстрее давать нельзя, потому что танк будет слишком балансный, хотя он и так неплох. И комфортно ты тоже не стреляешь на дальней дистанции. Поэтому стоять где-то в кустах, как некоторые делают, там, не знаю, маскировочную сеть и стереотрубу, вообще неправильно, ребят. Ну вот просто неправильно. Играешь как ТТ. У тебя 10 градусов, у тебя дрын 750, блин, наносит и пробивает 276. То есть шикарно. И броня в башне есть, зачем тебе стоять сзади? Правильно, ты будешь играть как ТТ. Вот как Суперпонь, да? Только он от ДПМ, это точно. А здесь наоборот. Здесь ты раз высунулся, дал криво, косо, главное попасть. Ну и все. Ну а что касается брони, тоже отдельная история. Многие игроки не могут свыкнуться с тем, что у него нет брони в корпусе. И поэтому просто не могут на нем играть. Действительно, корпус очень-очень длинный. И верхний бронист там 175, нижний все это пробивается. Борта везде все пробивается. Единственное, как бы башка она танкует. Ну и, конечно, заряжая голду десятки и девятки, у которых по 330, вообще за 300, могут пробивать. Но тоже не всегда, потому что есть маска и всякое такое. То есть голдой можно в Т30 по щекам стрелять. Но не факт то, что ты пробьешь. То есть 50 на 50. Ну и также комбашенка, по которой очень-очень сложно попасть. И вам все просто, вот все ТТХ и игра намекает на то, что нужно играть от Венов. Это единственная, наверное, правильная, ну не знаю, позиция игры на Т30 от Венов. 1650 хп. То есть можно поиграть на размен, там выходишь, там получаешь от восьмерки, на 400 и даешь потом на 750, а то и на 800. Ну и, соответственно, раз, два, три, три раз за бой сделал. У тебя уже 200 и для многих игроков это потрясающая цифра. Ну а если 3,4 раза попытался, там уже 3,5-4 тысячи. Поэтому это очень круто и на Т30 такие вещи, конечно, можно делать. То есть альфу хорошую держать. Мобильность у данного танка далеко не самая сильная сторона. Ну и, в принципе, нельзя было что-то здесь менять. 35 вперед, назад закатывается туго, на месте поворачивается туго. Ну и набирает тоже не быстро. 13,37. Как бы обычный вот такой вот защитника типа Е100, типа, ну нет, из 3 побыстрее будет. Но вот что-то похоже. Вот защитник это вот самый, наверное, приближенный, как по мне, вариант. Ну, защитник поворачивается получше. Незаметности нету, я даже говорить здесь не буду. И обзор 380 метров. Для ПТ я даже скажу, это неплохо. Потому что у нас что-то большинство ПТ какие-то, ну, слепые. А здесь прямо с этим все неплохо. Конечно, самые главные минусы, это не столько там скорострельность, потому что у тебя альфа, как бы. Это именно точность сведения стабилизации. Вот самая проблема. Даже если броня бы в корпусе была, она, в принципе, не нужна, потому что здесь от УВНов можно играть. Здесь все к этому есть. И все намекает тебе на то, что нужно именно так играть. Вот именно то, что на танке быстро точно не стрельнешь. Придется постоять, сводиться стрельной. Ну, а по плюсам, конечно, это бронял бабашный. То есть, действительно танковать. Это как вот Т-34. Как бы ты можешь кинуть, но не факт то, что пробьешь. Вот здесь то же самое. Ну, и бронепробитие вообще шикарно, и альфа шикарно, и, в принципе, даже ДПМ в минуту неплохой получается. Поэтому Т-30 довольно-таки интересная машина. Что на данный танк ставить, то здесь вот все нужно ставить на комфортность ведения огня. Это досылатель, это усиленные привды наводки и улучшенную вентиляцию. Другого не дано. Ну, и небольшая в конце вам статистика. На данном танке, на Т-30, отыгрывают больше всех количества боев за последние 4 недели. Я понимаю то, что связано это со стилем, но все-таки 3,5 миллиона боев. Следующий это в Афельтраге. То есть, там 2-300. Вот вам и разница. Потом 704, СТРВ, 263, Тортоис и ла-ла-ла-ла-ла. Но процент побед на Т-30 игроки не могут хорошо держать. 48 и 83. В этом плане, конечно, Тортоис лидирует. У него 52 и 53. Ну, а следом Т-95, 51 и 78. То есть, довольно-таки интересный танк. Со своими особенностями многие не могут на нем привыкнуть играть, потому что у него нет брони в корпусе. Но как только вы хотя бы чуть-чуть начнете пытаться играть от УВНов, данный танк будет вам очень-очень приятным. Конечно, бывают бои, когда, ну, просто не летят снаряды. Ну, что здесь с этим сделаешь, потому что он кривой. Но когда игроки не расторопны, когда вот постепенно все развивается, на Т-30 можно просто разрывать кабины. И самое главное, это ПТ, которая едет на позиции ТТ. Да, тебе не нужно что-то придумывать. Ты едешь стежами и воюешь там. И в этом плане он очень хорош. Как-то так. Всем большое, ребят, спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь на мой канал. Колокольчик, комментарий и приходите на стримы. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok